всем добрый день канал get и класс с вами андрей щетников и сегодня мы обсудим вопрос который был задан в конце ролика про фалеса его измерения там была показана вышка государственной тренгуляционной сети ну и мы сейчас поговорим о том как эта сеть устроена ну дальше я буду все очень грубо рассказывать для общего понимания мы же с вами не геодезисты правда и нам главное понять принцип ну для того чтобы геодезическую сеть построить во первых нужны такие пункты они называются астрономическими пунктами у которых соответственно астрономическими методами определена широта и лгота таких пунктов немного в стране ну не знаю точное число знаю что в новосибирске их целых два есть старый на во дворе романова 28 и новый в районе матвеевки перенесенные туда потому что в центре держать было неудобно в общем такие пункты как я понимаю разнесены ну на расстоянии там порядка тысячи километров друг от друга и образуют сеть и понятно что из одного пункта другой пункт совсем не видно они служат для привязки собственно геодезической сети ну дальше я опять буду рассуждать грубо не так как на самом деле но по принципу нам нужен базис это две точки расстояние между которыми измерено с максимально возможной точностью дальше известен азимут то есть угол между направлением из одной точки на другую и направлением меридиана на северный полюс ну и эти пункты мы с вами можем привязать к астрономическому пункту на нашей карте сильно не заморачиваясь для этого нужно вот эти два уголочка знать ну и тогда если мы эти уголочки знаем то мы кусок карты с вами уже построим причем привязанный к некоторые точки координаты которые на поверхности земли определены ну а дальше мы можем плясать от этого базиса я азимутальный угол сотру чтобы он нам не спутывал картину делать засечки на какую-то третью точку ровно так как фалис это делал для этого вот эти углы измеряются и мы имеем третью точку построены теперь от этих двух мы можем делать следующую засечку снова измеряю углы и таким образом наращивать продвижение засечка 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 и вот мы скажем вот эту точку построили ну а теперь мы же можем ну я вот эту включу хотя так не делается конечно мы можем делать следующего уровня движения значит мы какие-то точки разнесли разнесли и теперь из них мы видим во-первых эти точки друг из друга одну из другой измеряем углы значит вот такого характера и теперь мы раз точку закинули дальше дальше закинули какую-нибудь следующую точку и таким образом наша триангуляционная сеть растет но понятно что чем дальше мы ее уводить будем таким образом бы двигаясь дальше дальше и при этом увеличивая расстояние ну да такого до таких расстояний что вот здесь то у нас и ставятся вышки в этих местах что с одной вышки другую видно или это какие-то возвышенные здания или где на зданиях такие пункты построены в городе или это там на вершине какого как какой-то горки или горы там такой пункт геодезисты соорудили ну в общем таким образом мы расширяемся но понятное дело что с каждым шагом мы накапливаем ошибки чтобы эти ошибки развязать надо так двигаться 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 и придвигаться куда-то к месту где находится следующий астрономический пункт мы-то думали что он то есть мы то знаем где он находится а мы так двигались двигались ну и очень грубо говоря вот так мы строили строили треугольники и мы этот пункт у нас оказался например вот здесь лежащим не здесь но расстояние гораздо меньше я грубо я грубо очень все это изображают а мы куда-то сместились ну давайте я еще уголочек сделаю и вот мы как бы считаем что мы здесь находимся по нашей сети а на самом деле здесь теперь надо вот эту накопившуюся ошибку развязывать значит вот эту точку смещать сюда ну а соответственно все точки у нас тоже куда-то так поедут немножко так чтобы вся эта сеточка привязалась ну и таким образом любые работы выполняются будь то какие-то серьезные государственные работы и вот по строению геодезической сети или я этим занимался когда-то в былые времена довольно много работал на как бы делал карты для спортивного ориентирования ну не совсем то же самое и даже сильно не совсем но тоже ты азимутальные засечки берешь строишь следующие точки измеряешь шаги двигаешься потом в конце концов у тебя какая-то ошибка накопилась ты эту ошибку развязываешь ну такими довольно грубыми методами поскольку геодезисты тут конечно что-то очень точно вычисляют и считают рисовальщик спортивной карты все делает гораздо более просто но принцип тот же самый и это тот принцип который когда-то заложил фалес вот я это снова хочу подчеркнуть но поэтому мы его так сказать почитаем как основоположника всей этой науки и искусства смотрите а тут все довольно грубо рассказал ну наверное специалисты по геодезии если такие найдутся меня поправят в деталях но поскольку мы здесь занимаемся все-таки физикой и соответственно измерениями разных величин то конечно это наша тема и в конце я бы еще задал такой вопрос для обсуждения в комментариях ну давайте себе представим что вы сидите на горе ваш напарник может подняться на другую гору в пределах вашей видимости и вы хотите измерить расстояние от одной вершины на другой но в такой ситуации как фалес это делал построить какую-то какую-то базовую базу в которую ставится которую мы измерим линейкой там рулеткой чем угодно да у нас нет возможности потому как все очень неровно но зато быть может он может что-то туда на свою вершину затащить а у вас здесь ну допустим есть подзорная труба или какое-то аналогичное устройство и спрашивается при наличии такой оптики каким образом можно измерить это расстояние между двумя вершинами ну опять же ваше соображение дочет но существенно что это соображение они окончательное решение пишите в комментариях про это снова можно поговорить спасибо всем за внимание